Всем здравствуйте, всем отличной среды, если вы смотрите в момент, когда выходит этот ролик, если после его уже выхода, да, в любое другое время, всем привет-привет! Сегодня мы с вами посмотрим расклад, чего вы больше всего ждете в жизни. Так, позиции вы выбрали, давайте сразу приступим. Позиция номер один, голубенький камешек, единички, смотрим, чего вы больше всего ждете в своей жизни. Солнце, 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 единички ждут счастья, единички ждут радости. Вообще, может быть, у кого-то, если время, ну, то есть, есть возможность родить, да, то есть, возможно, кто-то ждет ребенка. Ну, допустим, если даже это не ваш ребенок, да, может быть, там, внуки. То есть, здесь кто-то ждет либо детей, и для вас это вот прям ценность такая номер один, либо если в общем-то это вот счастье, кто-то ждет именно больших денег, огромных денег, да, то есть, это не деньги, заработанные на наемной работе, скорее всего, либо это на своей работе, да, либо это вот прям такая вот огромная-огромная сумма денег, да, может быть, это какой-то выигрыш, да, может быть, это огромный какой-то дорогой подарок, да, то есть, вот здесь мы не говорим в размере, там, 50 тысяч, если мы говорим о рублях, да, то есть, вот достаточно большая сумма. Чего еще, да, больше всего вы ждете? Ну, вот помимо счастья, радости, праздника, кто-то, может быть, ждет красоту своего тела, да, то есть, кто-то, может быть, работает над своим телом, да, создавая его, там, я не знаю, спорт, либо, может быть, какие-то пластические вмешательства, да, то есть, здесь Аркан Солнца говорит о красоте, говорит о изобилии, о плодородии, о счастье, вот это главное состояние счастья, да, да, а может быть, кто-то хочет именно ощутить вот эту вот легкость, да, либо состояние, как в детстве, как в молодости, да, может быть, когда вы ощущали прилив энергии, вот здесь Аркан Солнца говорит о большом количестве энергии, сил, да, то есть, возможно, вы ждете, когда ваша сила восстановится. И еще, чего вы больше всего ждете в жизни, Аркан Суда, ну, вообще, два великих Аркана, да, то есть, у вас как будто бы какое-то ожидание, такое очень важное и значимое, да, возможно, здесь кто-то действительно думает о семье, о счастье именно в семье, либо о счастье в семье, как в понятии именно традиций, да, то есть, создать, например, свою какую-то родословную, какую-то свою линию выстроить, в которой вы будете занимать главную такую роль. Что еще вы ждете по Аркану Суда? Ну, здесь вот, может быть, действительно кто-то ждет исцеления, причем здесь исцеление, оно может быть как психическое, так и физическое, но после какого-то вот очень большого, долгого периода, то есть, если это физическое исцеление, здесь может быть какие-то хронические заболевания, да, и вот вы ждете, когда наступит этот день, и вы ощутите себя опять-таки энергетически емким, да, таким человеком, что вот можете быть, например, подвижным, да, сейчас уже нет такой возможности, да, не хватает, например, силы, вы ощущаете, что вы сильнее, то есть здесь вот как будто бы какое-то исцеление идет, да, завершение чего-то прошлого. Может быть, здесь кто-то хочет исцелиться и финансово ждет, когда наступит тот момент, да, когда я наконец-таки могу ощутить себя свободной, и вот эта вот свобода, и она дает какое-то, знаете, исцеление чего-то, от каких-то зажимов, ущемлений, как в физическом, так и на тонком плане, да, энергетическом. Здесь вот энергия, она должна как-то фонтанировать, да, то есть вы хотите ощутить себя именно здоровым человеком, да, либо человеком силы, у которого много силы, много энергии, вот прилив именно, завершение, может быть, финансовых каких-то кризисных моментов, да, когда вы уже говорите, ну все, там, я не знаю, условно говоря, дети выросли, да, все долги отдала всем, да, а теперь я могу пожить для себя, то есть человек, может быть, находится в ожидании этого, да, когда вот я уже могу жить для себя, наслаждаться, получать удовольствие, радоваться, да, вот для себя, вот здесь ощущение такое. Что еще может быть по аркаду суда? Ну здесь вот какое-то, знаете, выздоровление, да, может быть, здесь кто-то ожидает свой собственный дом, да, да, не квартиру, а именно дом получить, вот, жить в нем и радоваться, потому что аркан суда – это все-таки стихия огня, а в греческом пандеоне этому аркану соответствует богиня Гестия, да, если я правильно по-русски говорю, по-гречески это Эстия, то есть стихия – это огонь, это богиня домашнего, так скажем, очага, да, поэтому вот именно, может быть, кто-то ожидает какой-то теплоты, да, какого-то, возможно, человека по отношению к вам, возможно, возрождение каких-то родственных отношений, да, то есть соединение, слияние, может быть, кто-то ждет, когда дети вырастут и создадут как-то свою семью, но именно счастливую семью, не потому что вы хотите как-то избавиться от своих детей, а вот вы хотите, чтобы у ваших детей было какое-то счастье, может быть, для себя вы ожидаете вот это вот, все, что крутится, любые ассоциации, понятия, которые крутятся вокруг именно домашнего очага, то есть не просто, что это семья, а именно когда есть объединение, когда, в том числе и на духовном уровне, да, когда есть соединение, слияние божественных частиц воедино, да, то есть когда божественные искры разных людей объединяются, да, и вот возгорается, как-то они воссоздают вот это вот внутреннее духовное пламя, то есть, возможно, ищете для себя таких людей, да, с которыми можно было бы вот как единомышленники, да, именно о развитии говорить, то есть обмениваться для того, чтобы вот эта внутренняя искра огня Прометея, да, который подарил, именно вот этот вот огонь жизни, да, и знания, чтобы он не потух. На самом деле очень важные моменты, да, вы как-то ждете, причем они судьбоносные, да, вот Аркан Суда, он все-таки говорит о судьбоносности. Возможно, кто-то ждет возвращения, да, кого-то из прошлого, прямо вот очень на это надеяться. Опять же-таки это может быть ваш близкий какой-то, я не знаю, там, ребенок, ну, то есть родственное по крови человек, либо это могут быть какие-то ваши прошлые отношения, когда вы хотите их воссоздать, восстановить, то есть возврат из прошлого. А либо здесь идет, вот, знаете, человек, как будто бы, не знаю, может быть, кого-то даже утратили в прошлом, да, здесь вот такое ощущение, что ощущение возврата, да, чтобы вернулся, либо какая-то утраченная вещь была, утраченный какой-то предмет, и вы прям очень-очень хотите, чтобы он проявился. Не знаю, может быть, какое-то дорогое украшение, которое очень значимое, да, может быть, там, семейная реликвия была для вас, да, и вы как-то утратили, и вот ваша душа нуждается в том, что вот эта вот реликвия, она как будто бы вернулась к вам, вот это вот очень важно, какое-то дорогое украшение золотое. А для кого-то какие-то утраченные знания, да, очень важно, чтобы они вернулись. Чего еще вы больше всего ждете? Ну, вот какого-то примирения еще один великий Аркан, да, Иерафант. Здесь я всегда говорю, что по первой позиции, по крайней мере, выбирают люди такие, ну, старые души, да, которые очень многое в жизни понимают, как минимум мудрые. А здесь вы как будто бы ждете... Не знаю, может быть, кто-то действительно и брака хочет. А для кого-то здесь вот именно духовное какое-то развитие, оно очень важно в контексте, я не знаю, там, соединиться с какими-то высшими силами, получить какое-то, какие-то высокие знания, да, именно напрямую от источника, то есть чтобы открылись какие-то способности, через которые, там, я не знаю, ченнелик, человек, который мог бы получать вот эти вот знания напрямую от высших сил. Возможно, кто-то желает внутри себя примирить какие-то ваши взгляды, мировоззрения, да, которые не соответствуют вот с реальности, в которой вы живете. То есть, возможно, присутствует вот эта вот некая такая внутренняя борьба, когда ваше восприятие мира и реальность, которая вас окружает, они не совпадают, и это приносит вам колоссальное какое-то неудовлетворение и слив большой энергии. То есть вот есть вот эти вот сомнения бесконечные, как быть, что делать. А здесь такое тоже может быть. Такая была первая позиция, да, не буду много говорить, но очень важная, да, здесь присутствует прям очень много энергии. Так, позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Приветствую вас. Смотрим, чего вы больше всего ждете в жизни на данный момент. Шестерка Пентагли. Знаете, здесь как будто бы люди нуждаются в какой-то помощи, да, то есть какое-то, возможно, долгое время идет, кризисный период, и вы прям вот нуждаете в помощи, в финансовой, в том числе, поддержке, возможно, в каком-то наставничестве, да, то есть человека, который бы вам помог выйти из вашей кризисной ситуации, то есть человек, который протянул бы вам руку помощи. Возможно, просто элементарно необходима поддержка в плане понимания, то есть чтобы вас, наконец-таки, поняли ваш путь, ваши трудности, ваши сложности, чтобы вот просто кто-то вас выслушал, да, то есть вот в этом есть необходимость. Чего еще вы ждете в жизни? Ну, какого-то шанса по Тузу Пентагли? Во-первых, чтобы жизнь ваша изменилась, и акцент здесь вот прям идет на финансовую сторону вопроса, да, чтобы, наконец-таки, вы жили в достатке. Здесь вопрос не больших денег, финансов, да, а как по первой позиции, а здесь идет именно возможность улучшить свое состояние, ощутить себя, знаете, человеком, не каким-то, вот, я не знаю, рабом, да, нуждающимся, а именно человеком с большой буквы, то есть человек, который уважает себя в первую очередь, да. Здесь вопрос не столько, сколько денег он имеет в кошельке, а вопрос то, что ощутить себя, вот это вот ваше внутреннее богатство, да, оценить себя по заслугам в первую очередь вы сами. То есть здесь такое ощущение, что человек находится сейчас в каком-то не очень хорошем состоянии, да, упадческом, и в некоторой степени вот в этой трудной ситуации вы как будто бы начали сами себя обесценивать. И здесь есть вот эта вот необходимость поддержки, чтобы кто-то увидел в вас ценность для того, чтобы вы воспряли, чтобы вот вы встали с колен. То есть здесь у меня такое ощущение, что вот человек стоит на коленях, нуждается, нуждается. Еще раз скажу, не потому что бедны, а потому что там, не знаю, есть нечего, а потому что вот здесь вот какое-то такое эмоциональное состояние, что... Причем это как некий такой урок здесь вам дается о том, что вы сами ощутили, насколько вы уникальны, что вы сами вот ощутили, насколько вы цены для себя, насколько вы сами своими поступками обесцениваете, насколько вы обесцениваете себя своими словами, что вы говорите о себе, как вы относитесь к себе. И вот здесь как будто бы урок идет именно этого. Поэтому что еще вы хотите, ждете, что еще вы ждете в жизни аркан стойкости, что наконец-таки вы справитесь со своими страхами, справитесь со своими инстинктами, что наконец-таки это все успокоится, и вы вот как-то, знаете, придете к этому гармоничному состоянию. Здесь чувство, что вы сейчас сами себя разрушаете. Вот у меня общая энергия здесь идет такая. Вы сами сейчас себе являетесь врагом. Вот самый большой враг для вас на данный момент – это вы сами. но опять-таки вот эта вот война, которую вы ведете со своими теневыми аспектами, она направлена на то, чтобы вы получили какой-то вот урок, чтобы вы как-то, знаете, сами поняли, что ли, для себя, что как будто бы в этом мире, да, нету других людей, есть только вы и ваше отражение. И, по сути, когда вы боретесь с кем-то во внешнем мире, то вы боретесь с самим собой, в неприятии себя, что вы здесь в себе не принимаете, то есть вам не хватает какой-то вот гармонии внутренней, что вы себе не принимаете, да, аркан мира, нет у вас соединения, вот именно с собой нету этого единства. Вы как будто бы не идете в новое. Не идете в новое, потому что здесь не хватает, десятка кубков не хватает вот этого вот состояния наполненности вашего личного. Я говорю, сейчас этап, возможно, такой. Что вам не хватает? Вот и выпала пятерка пендаклей, которую я видела в начале, в начале расклада. Ну вот здесь вот по шпендакле выходит, да, то есть как некий такой ученик, вы как будто бы заново учитесь, вот вы заново смотрите на мир, да, снова у вас открылись вот эти вот двери, открылись вот эти вот врата, чтобы вы заново познакомились с собой, понимаете, здесь вот такой смысл. И пока вы знакомитесь своими какими-то нелицеприятными сторонами, гранями себя, и вам это не нравится, вы это как-то вот отталкиваете. Причем это не обязательно что-то такое безобразное, ужасное, а это может быть то, что вам не нравится в себе, например, какая-то слабость, да, какая-то неуверенность, застенчивость, мягкость, то есть вот какие-то такие качества, и вы в себе их не принимаете. Вы не принимаете в себе вот эту вот свою легкость, легкое отношение к жизни, да, то есть вам кажется, что возможно вы должны быть более серьезными, чтобы вас принимали всерьез. То есть здесь такое ощущение, что отношение людей к вам, оно идет вот по-легкому, и вам кажется, что вот если бы я был серьезным, если бы я был как-то таким более сильным, более уверенным, да, то я бы имел какой-то вес и значимость для других людей. Пока ко мне относятся как-то так, знаете, не то чтобы пренебрежительно, но как будто бы всерьез вас не воспринимают. Но это не с этим связано. Что еще вы ждете в своей жизни? Что вот вы станете как краски королевой Пентакли? Знаете, с одной стороны, таким опытным человеком, с другой стороны, какой-то такой человек постоянный. То есть, возможно, у вас есть вот эта вот детская жажда любопытства жизни, что я хочу это попробовать и это. И вот отсутствует постоянство. Но вот в этом постоянстве, то есть то, что вы хотите, вы как будто бы хотите войти в какую-то зону комфорта, в этом есть деградация. Ваша душа понимает, что ей нужно развиваться, поэтому она бесконечно радуется, бесконечно вот этот вот праздник жизни. То есть вы пришли в эту жизнь для того, чтобы радоваться, а не для того, чтобы как-то страдать. И вот вы как будто бы хотите себя запихать в какие-то рамки, и ваша душа сопротивляется. То есть у вас есть желание стать, я не знаю, может быть, для кого-то надежным партнером, может быть, для кого-то матерью, там, я не знаю, женой. То есть иметь какой-то статус. Может быть, для кого-то здесь вопросы финансовые. Вот когда я стану финансовая такая, не то чтобы независимая, а финансово свободным человеком, да, человек, который создает как-то комфорт, у которого есть постоянно деньги. То есть вот финансы сейчас, возможно, для вас они важны, поэтому они всплывают как вопрос. Что вы этого ждете? Ну, смотрите, у вас урок напрямую. Во-первых, впадают все педакливые карты, говорящие о том, что у вас сейчас урок идет на ценность вас. То есть до тех пор, пока вы не познакомитесь с собой, не научитесь ценить себя, вопрос финансов не будет стоять. Потому что цена, стоимость и ценность в данном случае это равнозначно. Потому что в мире, да, как отражение, зеркальное отражение нашего состояния, да, по сути, для того, чтобы что-то получить, надо это отдать. И если нет возможности отдать то же самое, да, то приблизительные, ну, отдаешь миру приблизительные ценности. То есть, например, если вы хотите денег, это не значит, что вы должны отдавать деньги людям, а это значит, вы должны отдавать что-то ценное, для вас ценное в первую очередь, то есть не в плане финансов, а что-то ценное, важное для того, чтобы вы получали ценное и важное. То есть что-то приблизительное давать. То есть если вы хотите уважения, да, вы должны в первую очередь научиться уважать. И когда я говорю уважать, это не значит только других людей. Это в первую очередь вы должны научиться уважать себя, да. Потому что здесь идет взаимодействие с самим собой. Уважать, как вы относитесь здесь. вам нужно смотреть как вы относитесь к себе что вы разрешаете что вы не разрешаете здесь такой момент но это вы проходите урок да то есть если кто-то переживает что так это будет долго либо еще что нет вы проходите урок здесь понимаете в жизни нету каких-то временных рамок сколько возьмет времени этот урок или другое все индивидуально все зависит от человека кто-то может всю жизнь прожить и не научиться кто-то достаточно быстро обучается все зависит от тех действий которые вы будете делать и от уровня осознанности насколько вы это понимаете что это для вас важно и значимо потому что если в данном случае да вы себя долгое время обесценивали у вас работал сценарий выработался этот сценарий такого поведения да то изменить этот сценарий будет непросто потому что у сценария есть свой грегор и грегорная система просто так не отпускает вам нужно будет сменить да то есть мы не можем избавиться сценарий а мы можем его осознанно изменить на другой сценарий более комфортный приятный для нас для этого нужно вкладывать очень много энергии быть очень долгое время находиться в осознанном состоянии задавая себе такие вопросы что я делаю почему я это делаю для чего это делать я сплю либо я проснулась если я проснул значит я несу ответственности я совершаю какие-то действия должна понимать для чего я это делаю да не что я хочу получить в итоге то есть какой сценарий я создаю если я сплю да то мной по сути управляет тот сценарий который был создан то есть сценарий обесценивания то есть по сути вами ведет вас ведет судьба вас ведет и грегор в том направлении которым вы идете от вас зависит сменить сценарий или нет но опять же таки для того чтобы сменить сценарий это не очень-то и легкая работа на это тоже понадобится время это вот как мы говорим например при беременности когда женщина входит в состояние беременности до момента рождения когда гинеколог говорит о том что уже там прошло 39 40 41 неделя на крайний случай на когда уже близится момент рождения да и то есть это по сути 40 недель до это почти 10 месяцев получается не 9 а 10 ты понимаешь что медленно-медленно изменяется твое тело для рождения ребенка то есть это огромный процесс то ясное дело что люди не отдают себя отчет до женщины в том что процесс восстановления для того чтобы пойти в норме да он тоже как минимум должен равняться тому состоянию в которой там по той величине в которой вы входили то есть если вы 9 10 месяцев ходили в момент беременности ну это примерно 9 10 месяцев вам понадобится для того чтобы восстановиться у нас как обычно да сегодня родила я уже через 40 дней я хочу выглядеть так как я была например народов это неправильно это противоречит природе это противоречит процессу развития и здесь примерно то же самое если вы там не знает 20-30 лет жили в состоянии сценария саморазрушение до самоуничижение то за месяц за год за два это проработать будет достаточно сложно я не говорю что это нереально в жизни все реально все будет зависеть того как сколько усилий вы будете это к этому прикладывать то есть немножечко нужно мыслить и адекватно так такой у меня был второй расклада вторая позиция все время говорю 2 2 1 2 2 2 позиция и мы переходим с вами к позиции номер три троечки чего больше всего ждете в жизни чего ждут больше всего в жизни тройки туза мечей тройки ждут либо какой-то информации на который вот вам необходимая либо решительности принять какое-то решение достаточно холоднокровное которое может изменить вашу жизнь достаточно серьезно до либо вскрыть здесь какую-то ситуацию наболевшую до которая долгое время тоже длится то есть здесь ожидания они связаны именно с ментальным уровнем то есть принятием решений скрытием ситуации с получением какой-то информации очень важный может быть здесь даже и отрезание каких-то отношений разрыв тоже такое может быть чего еще вы ждете тройка мечей да вот отрезать и пойти в тройку жезлов да то есть вот здесь по сути принятие либо найти выход именно на уровне ментала найти выход как 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 принять да какой путь мне выбрать чтобы не входить заново вот именно в тройку мечей да чтобы меня это не ранило чтобы мне не причиняло дискомфорта какого-то да чтобы здесь вот не было вот этих эмоциональных состояний достаточно болезненно когда вот именно своими мыслями да то есть здесь причина именно ваших вашего мыслительного процесса ментала вы причиняете себе какую-то боль да то есть мы хотим пойти в развитие тройку жезлов да мы хотим пойти на расширение мы как-то хотим дальше двигаться на видим эти перспективы как минимум уже приняли какое-то решение да но пока пока вот здесь вот присутствует тройка мечей она связана то ли с работой то ли с каким-то периодом который очень долгое время вашей жизни не развивался то есть здесь каким-то застоем не получается идти в новое не получается все как будто вы ждете нового начала да я так понимаю но не выходит правильно я понимаю что вы ждете нового начала до пожизна вы хотите что-то новое чтобы вашей жизни началось зародилась что вы наконец-таки вышли из дьявола который вас держит причем этот дьявол он связан с тужом кубков и здесь речь идет не о любви а здесь речь идет об эмоциональном каком-то состоянии возможно состояние в котором вы находитесь до вас удерживает как-то не знаю одиночество какое-то либо то что люди вас не понимают не признают здесь вот именно переживание идут состояние на эмоциональном фоне с чем это связано и как будто вы не ваша душа не может найти покоя не может исцелиться до справедливость арка справедливости и ту же за вы как будто вы не можете начать знаете как бывает держит какая-то вот клятва кому-то данная да например что фильмы да показывают что пока я за тебя не отомщу да я как-то вот не успокоюсь то есть вот здесь что-то такое может быть да вот какое-то слово возможно кому-то выдали может быть себе дали какую-то клятву и не получается вот не получается двигаться вперед но причина здесь именно вашем эмоциональном состоянии то есть вы не можете как-то вот найти спокойствие внутреннее что же здесь происходит десятка пентакли пятерка кубков здесь идет разочарование либо разочарование в семье либо разочарование в партнерстве в любви возможно да вот здесь суть заключается в том что вот ваши ожидания которые были вы долгое время как-то вот себя питали какими-то надеждами и они не не реализовываются и вот в этом заключается причина да вы не можете пойти в новое почему потому что уже разочаровались здесь нету веры нету веры в себя нету веры в себя возможно в свои какие-то идеи причина всего да вот этих ваших страданий это воспоминания каких-то ваших неудач которые были связаны с тем что вы ожидали очень многого да то есть у вас был какой-то сценарий того как вот вы видели да то есть вы держали контроль вашей жизни и вам хотелось получить вот ваше какое-то желание вы его очень хотели получить прям по дьявол держались но вы его не получили потому что вот ваш сценарий он не вписывался в общую картину сценария вашей жизни то есть то что хотите вы сценария развития вашей судьбы это не имеет и такого большого знаете значения на самом деле то есть если в судьбе было прописано что-то да а вы которая отличается от того что хотите вы это будет то что решила судьба они то что хотели вы и вот здесь вот вы как будто бы наткнулись на то что вот эти вот разочарование да то есть я что-то ожидала я что-то хотела я прям горела этим но я это не получила либо не получила потому что не по сценарию вот то что вы хотели это было не по сценарию вашей судьбы то есть вам это проще говоря было не прописано и вот вы очень сильно разочаровались и здесь как будто бы человек утратил вот какой-то знаете смысл интерес то есть если я это не имею то какой смысл вообще дальше двигаться да и вот здесь вот получается вот это разочарование это вы не можете зажечь в себе заново вот эту иску такое бывает как я не знаю потеря потеря утрата какой-то веры а причина была заключалась только в том что ну вы сами себе напридумывали того чего нет да то есть каких-то ожиданий мне надо было ожидать не надо было придумывать надо было просто здесь понимаете здесь нужно находиться в состоянии принятия до духовность за в чем же заключается в понимании жизни что единственное чем ты можешь управлять это вот только своей реакции да и своими своим каким-то отношением к жизни мне часто говорят что ваши расклады такие достаточно философские философия заключается в том чтобы люди научились мыслить то она не дает какие-то такие абстрактные понятия философия обучает людей мыслить правильно правильно я имею ввиду в контексте пользы для вас самих то есть когда вы понимаете что ну против течения бессмысленно плыть да потому что ну не получится вы утратите силы но вы получите прекрасные опыты вы поймете что против течение чтобы плыть надо там вот такие навыки иметь вот такие такой опыт готов все что-то для себя полезного безусловно вы выберете но в идеале это не говорит о том что вам нужно смириться да вот я сложил лапки и все нет а здесь нужно выбрать такую позицию нейтральную что получится хорошо не получится еще лучше потому что вы не знаете что у вас прописано по судьбе и здесь получается так что я вроде бы и судьбу свою не принимая и при этом я не понимаю вообще что у меня прописано по судьбе но я её и однозначно не принимая потому что у меня есть вот это вот эгоистичное понимание того что я знаю как лучше да тоже касается меня я знаю как лучше поэтому я буду бороться ничего больше вы бороться тем больше вам мир эту борьбу и отражает. И вы еще больше разочаровываетесь, понимаете, что я борюсь-борюсь, а толку никакого нет, я не получаю. Потому что, по сути, вам судьба ваша говорит о том, что бессмысленно бороться. Ты прими, ты еще не знаешь, что ты хочешь, что ты получишь. Ты еще не знаешь, что загадано для тебя. Не факт, что это будет идеально, но именно позиция человека в жизни, к жизни, как он относится, это то, чем вы можете управлять. То есть своими собственными реакциями в плане отношений. Как мне отнестись к каким-то негодованием. Как правило, вы можете найти кучу примеров, где мудрые люди говорят, что окей, я приму. Я не могу с этим бороться. И проще смириться, но не в плане, еще раз скажу, сдаться. То есть есть разница. Смирение, это значит с миром. То есть я принимаю, я не борюсь. Я принимаю. Я понимаю, что жизнь, она такая. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Что делать в жизни, когда мы находимся вниз, на нижней своей точке? Нам не жить в этот момент. Надо же как-то двигаться дальше. Движение жизни, она не прекращается. Эти уроки, они тоже важны. И вот именно мудрость человека, ваше отношение к жизни, она будет связана, можно называть себя мудрым человеком, человеком, которым развивается духовно. Только тогда, когда вы будете находить пользу. Именно вот в таких моментах, которые вам сложно принять, с которыми вы боретесь. Я не знаю, может быть семья неудачная. Что делать? Можно ли семью изменить? Нет, семью изменить нельзя. Но можно изменить к ней отношения. То есть можно что-то по-другому сделать, какие-то свои собственные действия. Можно выбрать для себя позитивные девизы, о которых я говорила. Например, что получится хорошо, не получится еще лучше. И идти в соответствии с этим девизом. Безусловно, это будет сложно, потому что наш мозг бесконечно все время все оценивает, это хорошо, это плохо. Но опять-таки, любая оценка, она субъективная. Если вы позитивный человек, то и оценки у вас будут позитивные. Чем больше в вашей жизни будет позитива, тем велика вероятность, что вы в своей жизни будете создавать более позитивные сценарии своей жизни. То есть вы сможете сменить сценарий неудач на сценарий успеха, потому что вы на этом будете фокусироваться и тем самым притягивать к себе именно те варианты развития вашей жизни, у которых будет больше успеха, будет больше удачи. Если вы идете по жизни неосознанно, а здесь именно вот об этом речь идет. Я неоднократно говорила по третьей позиции людям, что вот ваша жизнь, это ваш урок как раз-таки именно вот этой осознанности, которая вы должны прийти. Вся ваша жизнь, она выстроена на том, что вы должны это осознать. Вы должны понимать законы природы, как они устроены в вашей жизни, что нами управляет судьба, на что мы можем повлиять, а на что мы не можем повлиять. И на то, что мы не можем повлиять, как мы можем на это реагировать. Вот этому и есть свобода выбора и осознанность каждого человека. А то, что вот вы ожидаете, что-то себе придумываете, где-то разочаровываетесь. То есть здесь достаточно такая активная позиция, потому что в некоторых моментах активная позиция, она хороша. Мне не говорят, что это плохо, но вот в некоторых моментах здесь ощущение того, что вы берете очень многое на себя. То есть вы где-то переусердствовали, где-то поверили, что вот я смогу, я справлюсь, и вы не справились. Вошли в какие-то отношения, где вам показалось, что я могу исправить этого человека, либо я могу выстроить здесь какие-то отношения, хотя изначально предпосылки говорили о том, что человека нельзя изменить. Если он изначально смотрит на жизнь в плане того, что я хочу, условно говоря, какие-то легкие взаимоотношения, и я не готов к серьезности, то как-то вот глупо надеяться. То есть здесь вот эта надежда, она действительно какая-то незрелая, понимаете, и в этом и заключаются ваши уроки. Пятерка кубков, она говорит о чем? Она говорит о том, что человек разочаровался в тех трех кубках, которые у него разлиты. То есть то, что он получил в тройке кубков, когда-то была легкость, когда-то была молодость, когда-то была вот эти вот все вечеринки, веселья, праздники, то есть всему свое время. Но сейчас, то есть возможно, когда-то в отношениях было очень хорошо и весело, но сейчас страсть прошла, сейчас прошел этот праздник, сейчас прошла эта легкость. Человек разочаровывается, потому что если это отношение, и долгое время находитесь, наступают моменты какой-то скуки. Вот скучно стало с человеком, да? Если стало скучно, то человек начинает разочаровываться в другом, в своем партнере, да? Это показатель того, что страсть прошла. Но любовь – это не страсть, это не химия. Любовь – это другие состояния. И здесь в пятерке кубков человек огорчается о том, что вот я утратил, теперь не будет так, да? Возможно, он осознает, что, ну то есть проходит какой-то момент именно взросления, да? Что он осознает, что в жизни два кубка, которые есть у него за спиной, что они важнее, да? Потому что важна, возможно, дружба, важно, возможно, взаимопонимание, уважение, то есть другие ценности, да? Их надо искать, то есть на них нужно опираться при построении каких-то своих взаимоотношений, а не на том, что вот обычно мы говорим, я хочу романтики, я хочу цветов, любовь. Это не любовь, а это какое-то вот, ну, немножко иное состояние именно легкости, да? Здесь этого нет, здесь этого нет. И поэтому я могу сказать, что сейчас вы находитесь на этапе именно взросления, потому что пятерка кубков выпала, ну, краски на дьявола, да? То есть вот здесь вот эта вот зависимость дьявола всегда говорит в своем наивысшем аспекте – это осознанность, да? Когда человек, вот изображение дьявола, он ведь наполовину человек изображен, да? А наполовину животное. Причем верхняя часть его человеческая, нижняя животное. То есть суть аркана, а одна из интерпретаций многих, которые есть у дьявола, говорит о том, что человек должен возвыситься для того, чтобы он назывался человеком, должен возвыситься над своими низменными животными, вот этими инстинктами, потому что природа животное, она на самом деле достаточно агрессивная. И когда человек относится к природе именно как к чему-то человекоподобному, да? Он всегда будет разочаровываться. То есть если в животном мире, да, есть свои правила, и иногда с человеческой точки зрения нам кажется, что там, я не знаю, одно животное убивает другого для того, чтобы съесть, а жалко там бедного зайчика, либо там оленя, либо еще что-то его там съел лев, медведь и так далее. Но в этом смысл природы, да, то есть не то, что сильное поедает, слабое, а в этом смысл существования вот этой жестокости природы, да, то есть если наступает, например, зима и нечего есть многим животным, да, то они впадают в спячку, да, то есть в этом тоже есть какой-то смысл. Смотришь на волков, например, зимой, они вот немножечко, даже не зимой, а летом, они жалковато выглядят, потому что у них начинается ленька, ну, линяют они летом, не зимой, а летом, они начинают линять, и они выглядят очень некрасиво, непрезентабельно. Вот, но им тоже нужно, они готовятся, да, к своим каким-то примерам. То есть здесь суть заключается в чем? Что сама природа, она на самом деле жестокая, и Аркан Диапа говорит как раз-таки про осознанность. Осознанность, когда мы начинаем осознавать, не как-то, как это, не управлять своими инстинктами, а понимать, что именно у человека, что делает человеком его как раз-таки добродетели, да, то есть вот это морально-нравственные его какие-то принципы, это то, что его отличает от животного. Именно осознанность, да, вот уровень осознанности. И здесь вы сейчас на самом деле проходите вот этот этап, вот к чему я хотела сказать, да, то есть уровень вот этой осознанности, и вам достаточно сложно сейчас, потому что вы находитесь в этой кризисной ситуации, и увидеть себя со стороны, это, как бы так сказать, пока я варюсь в этой ситуации, да, то мне будет достаточно сложно ее решить. Для того, чтобы решить, нам нужно выйти на уровень выше, для того, чтобы выйти на уровень выше, вы должны перестать мыслить так, как вы мыслили до этого момента, да, то есть вот этот вот рост, о котором мы говорим. Для того, чтобы мыслить по-другому, да, у вас должно быть извне получение какой-то другой информации, которую вы ранее не получали. Это могут быть наставники, вот то, что вот вы ждете, да, по тузу мечей, новая какая-то информация, это могут быть новые наставники, новые учителя, либо, я не знаю, книги. То есть информация другого порядка, не того порядка тех сценарий, которые вы проживали ранее, а других сценариев. Поэтому решение надо искать того, что вам необходимо, не в тех моментах, как вы делали это ранее, а по-другому. Я вас сейчас смеюсь, потому что иногда люди не понимают и говорят, а как по-другому? Да так, как вы не делали по-другому. Вот я не знаю, что нужно сделать, столкнуться с какой-то ситуацией, да, я не знаю, прям в разговоре, и осознанность включить и сказать, окей, раньше я говорил вот так, раньше я вел себя вот так, сейчас я так не поступлю, я попробую по-другому. По-другому нельзя сказать другому человеку, действуй вот именно вот так, да, потому что вы все настолько уникальны, и вот в этом и заключается наш рог понять, как это по-другому, вот по этой шестерке мечей, да, как я по-другому, исходя из других убеждений, исходя из других сценариев. Для этого вам нужно наблюдать за собой и отслеживать, как вы обычно поступаете, как вы действуете, что вы говорите в обычном, да, ключе, какие обычно вы книги читаете, обычно фильмы смотрите, начать делать то, что не обязательно оно будет противоположное, но оно будет другим, то, что ранее, на что вы не обращали внимания, ну, я не знаю, ели, например, раньше много мяса, к примеру, да, попробуйте какую-то другую кухню, слушали один вид музыки, попробуйте послушать другой, обратить на другой, носили один цвет одежды, да, одну, один стиль, попробуйте другой, то есть решение приходит на контрасте, не в плане было черное стало белое, а в плане того, что вы делали ранее, что вы не делали, и вот на этом контрасте вы поймете решение своей задачи, вот то, что раньше говорят, да, мудрые люди, я неоднократно повторялась о том, что когда вы не можете найти решение задачи, надо переключиться на что-то другое, да, обычно мудрые люди говорили, пойдем пить чай, то есть отключиться от той зацикленности по дьяволу, да, зацикленности на пятерке кубков, на своих разочарованиях, и пойти попить чай для того, чтобы забыться, когда вы забудетесь, вы наполнитесь энергией, да, то есть, ну, как минимум, пойти куда-то сходить, повеселиться, развеяться, люди, умные люди говорят, надо пойти развеяться, развеяться, это не значит, что мне нужно забыть о своей проблеме, это говорит о том, что мне нужно переключиться, для того, чтобы потом на свежую голову, то есть проветрить свои мозги, перестать мыслить так, как ты мыслил, и когда ты придешь на свежую голову, да, сможешь найти решение, то есть, примеров тому, что я говорю, очень много, вот на дне колоды, мне краски тройка пендаклей, и говорит, что да, вы сможете, но вот вы сами себе разбиваете сердце, по тройке мечей, пятерке кубков, своими старыми мыслями, нужно менять сценарий, еще раз скажу, что поменять сценарий, надо его сначала увидеть, надо сначала осознать, как я действую, а потом нужно понять, а что я хочу получить взамен, потому что иногда, когда в камеру приходят, особенно на консультации, да, люди говорят, я не хочу этого, но что они хотят, они конкретно не могут понять, то есть, есть понимание, чего я не хочу, а что я хочу, нету, и для тех пор, пока у вас нету понимания, а что я хочу, причем, когда мы говорим, что я хочу, это не значит, что я хочу денег, это посредничество, денег для чего, что ты хочешь, на что ты хочешь обменять свои деньги, что ты хочешь купить взамен, что ты хочешь получить, хочу дом, для чего тебе дом, да, я хочу чувствовать себя спокойным, там уверен, значит, тебе нужно спокойствие, значит, надо понять, какие сценарии, в которых вы проживаете сейчас, вы не получаете, это спокойствие и начать делать то, что приносит вам это спокойствие уже сейчас. Для того, чтобы изменить один сценарий на другой. Как-то так, что-то много я сказала тройкам, но иногда, знаете, когда начинаешь смотреть карты, карты говорят, но они говорят настолько лаконично, что люди не всегда понимают ответы, и поэтому иногда просят, дайте совет Таро, о чем говорят Таро. Это говорит о том, что человек не осознает суть информации, он ее не уловил, либо был не готов, либо был невнимательным. Причин много. И иногда, когда я читаю комментарии, мне хочется сказать, что для того, чтобы вам понять это, вам надо вот это, вот это, вот это, но это не говорят карты, они как будто бы предполагают, что люди, которые слушают, что они осознаны, что они сами совершают какие-то действия, да, то есть они ищут ответы, они не просто задаются этими ответами, они и совершают действия для того, чтобы получить эти ответы. Как правило, ну, таких людей мало. Опять же-таки, выйти за рамки своего сценария не так-то и просто, потому что сценарий, это не просто программа пописана, это эгрегор. Выйти из одного эгрегора и войти в другой, для этого нужна сила. Сила внутренняя, сила воли, сила осознанности самого человека. То есть сила это и есть вот именно осознанность. Она не у всех есть, на самом деле. Сила-то присутствует, но вот осознанности нет у людей. То есть понимание, может быть, и есть, да, понимание. То есть да, я понял, потому что мы с тобой разговариваем на одном языке, на русском. Да, если мы разговариваем, например, на английском, я понимаю твой язык, да. Но понимание и осознанность – это разные вещи. Поэтому у людей, как правило, есть понимание. И то не все слышат. Слушают, но не слышат. Да, и это как раз-таки то, что я говорила на прямом эфире, связано с тем, что наши органы восприятия, они несовершенны, да. То есть в принципе человек сам по себе, он несовершенен. Вот. И поэтому так работает наш мозг. Мы слушаем, но мы не слышим, да. Мы видим, мы смотрим, но мы не видим, да. То есть мы смотрящие, но мы не видящие. И так ко всем органам нашего восприятия. И как раз-таки вот рост, да, эволюции человека и рост духовный, он с этим и связан, что надо, как бы так сказать, работа над собой, она предполагает не только то, что ты как-то получаешь какую-то информацию, а она говорит о том, насколько ты можешь изменить себя, да, для того, чтобы прийти к какому-то конечному своему результату. У каждого человека этот результат свой. Для кого-то это счастье, для кого-то это семья. То есть у каждого свои ценности. И когда ты не видишь изменений, да, в своей жизни, то стоит наверняка задуматься над тем, что, а действительно ли ты работаешь, да, либо ты просто находишься в своем сценарии и создаешь вот эту бурную деятельность, да, а судьба тебя, по сути, она тебя ведет туда, куда ты должна прийти. И тебе возникает эта вот иллюзия, да, что я же что-то делаю. А насколько вы можете на самом деле повлиять? То есть вот то, что многие пишут по поводу философии, я неоднократно говорю, думайте, да, то есть люди, научитесь мыслить. Мы же ведь не мыслим, мы не задумываемся. Насколько действительно мы можем на что-то повлиять? Влияем ли мы? Что мы можем для этого делать? То есть такие вопросы мы не задаемся в своей жизни. Я понимаю, когда ты, да, по молодости, потому что каждому этапу развития человека есть, ну, свои какие-то предпосылки. Но люди, которые находятся уже достаточно в зрелом возрасте, либо считают себя зрелыми, да, может быть, пришло время задаваться такими вопросами и как-то, ну, я не знаю, следовать в этом направлении. Тем более мой канал, он направлен на то, чтобы мы смотрели на ситуацию, на жизнь по другим углам. То есть я делаю абсолютно все, и расклады в том числе, они, во-первых, не повторяются, во-вторых, они все несут такой психологический, философский наклон для того, чтобы мы по-другому смотрели на свою жизнь, чтобы мы старались как-то изменить себя, да, и при этом во всех этих изменениях, чтобы мы получали удовольствие, потому что жизнь все-таки это радость, она наслаждение, это удовольствие. И если его нету в нашей жизни, да, это как раз-таки не потому, что оно отсутствует, а потому что наше восприятие, наш мозг так оценивает ситуацию. То есть не в радость и счастье, а наоборот в какую-то горесть. И вот с этим надо что-то делать, да, здесь нужно задумываться. Безусловно, свобода воли есть, но опять же-таки она ограниченная в рамках, да, то есть мне кажется, самый первый вопрос, который вообще нужно научить людей мыслить, это задаваться вопросами, осуществует ли свобода воли и свобода выбора, что это такое, да, на что я могу повлиять, а на что я не могу повлиять. Вообще, как устроена моя жизнь? И, безусловно, ответы, я думаю, придут не сразу. Если они придут, может быть, придется потратить очень много лет, может быть, даже для кого-то из жизни, да, для того, чтобы найти ответы на свои вопросы, на такие вопросы. Но, по крайней мере, в конечном итоге, это того стоит. Вот именно ответы на такие вопросы, на мой взгляд, чисто субъективное восприятие, да, оно стоит того, что ты прожил жизнь, и ты что-то, что-то, да, для себя как-то понял. И опять-таки, не факт, что мы понимаем, но, по крайней мере, стараемся, да, к чему-то, к чему-то идти. Не к материальному, а вот к чему-то, что будет радовать нашу душу. Вот такой у меня был для вас расклад, такое некое напутствие. Именно напутствие, не учение. Я не люблю учить. Это вообще не мое слово, потому что быть учителем, это на самом деле такой высокий пилотаж, высокий уровень. Моя задача передавать информацию. Вот я бы сказала, что я, скорее всего, человек, который передает информацию и пробует доступным языком объяснить такие достаточно сложные для понимания вещи, потому что люди о них, в принципе, не задумываются. Вот. Прощаюсь с вами. До следующего расклада. Всем пока-пока.